Итак, мы с вами увидели, что механизм монад, точнее говоря, механизм цепочек монадических вычислений, позволяет в рамках функционального языка организовать стиль программирования, очень похожий на императивный, фактически полноценное императивное программирование. Правда, в этой цепочке, в том виде, в котором мы ее преобразовали, присутствует довольно большое количество синтаксического мусора. Идеи те же самые, которые в императивном программировании есть, и мы можем смотреть на эту цепочку вычислений, как на императивную программу. Но всякие дополнительные лямбды, стрелочки и так далее, перенос на другую строку, в общем, структура программы выглядит гораздо более сложной и гораздо более содержащей большое количество синтаксических излишеств. В Haskell для того, чтобы решить эту проблему, поступили просто. Добавили некоторый синтаксический сахар, то есть некоторые конструкции, которые еще ближе к императивному программированию. При этом эти конструкции при трансляции превращаются как раз вот в эту цепочку монадических вычислений. Этот синтаксический сахар носит название дунотация. Давайте посмотрим, каким образом реализованы правила трансляции из дунотации в цепочке монадических вычислений. Итак, если у нас есть два выражения, связанные с облегченной версией оператора bind, то выглядит это следующим образом. Мы просто пишем ду и дальше первая инструкция и вторая инструкция, е1 и е2, разделенные точкой с запятой. То есть вот это вот выражение транслируется вот в такую вот конструкцию. Дальше самое главное выражение, полноценный оператор монадического связывания. Мы видим, что мы его используем, когда пишем императивный код в стиле, когда у нас справа стоит лямбда, для того, чтобы получившееся выражение было правоассоциативным. Здесь, если у нас есть некоторое монадическое вычисление, монадическое выражение expression1 и лямбда expression2, связанное вот таким вот оператором, то в полном соответствии с тем, что мы говорили, здесь мы говорим, что p связывается со значением выражения 1. Это записывается в виде следующей инструкции. Выражение е1, дальше стрелочка направленная влево и p. То есть фактически это можно читать на императивном языке так. p присвоит значение е1, а дальше некоторое выражение е2, которое, собственно, является продолжением этого вычисления. Само по себе е2 тоже может иметь сложную внутреннюю структуру, содержать соответствующее связывание. Ну и, наконец, третья идея, которую мы пока еще не обсуждали. У нас, в принципе, в рамках монадических вычислений мы можем иметь желание выполнить не монадическое вычисление какое-то и связать значение этого вычисления с выражением и после этого использовать эту переменную... Не выражением, конечно, у нас переменная v. Использовать эту переменную где-то внутри монадического вычисления. Такая конструкция вполне возможна, и мы можем просто использовать такое функциональное присваивание, то есть инструкцию let v равняется чему-то, без всякого in. Если здесь у нас стоит let in, то здесь стоит просто let. Let v равняется чему-то, как одну из инструкций на нашем императивном языке. Если мы хотим, чтобы вычисление было внутри монады, мы используем один из этих синтексисов. Если же мы хотим просто вычислить какое-то выражение по ходу дела, мы пишем инструкцию присваивания. Фактически это тоже та же самая инструкция присваивания, но это присваивание внутри монадического вычисления, а это присваивание просто какой-то переменной, какого-то выражения. Вот эти три правила трансляции do-нотации позволяют оформить нашу программу в гораздо более простом виде. Действительно, давайте посмотрим на нашу предыдущую функцию go-up, точнее говоря, следующую ее версию. Она работает так же, как предыдущая, и единственная разница, здесь я еще добавил инструкцию let. Вместо того, чтобы здесь писать тройку, я связываю переменную i с тройкой с помощью инструкции let. Ясно, что это довольно бессмысленное занятие, но тем не менее, если бы здесь стояло некоторое выражение, более сложное, чем просто какой-то литерал, то такая инструкция let имела бы смысл. Дальше мы выполняем нашу wrap and suck инструкции. И, наконец, возвращаем мы пару. Первый элемент этой пары от некоторых значений i, которые вот здесь связаны, а второй элемент пары от суммы x и y. Ну и мы видим, что здесь у меня используются все операторы, и оператор монадического связывания полный, и его облегченная версия. Итак, как же вот эту программу с помощью этих правил превратить программу в дунотации? Ну давайте сначала запустим go-up 4, посмотрим, что она делает. Ну и естественно, что поскольку у нас вычисление происходит в монаде identity, мы должны запустить это вычисление. Run identity, identity, go-up 4. Вот у нас здесь возвращается тройка, потому что i было связано с тройкой. Ну а то, что x плюс y равняется 9, вы, возможно, помните из предыдущей версии нашей программы. x связывается с тройкой, увеличенной на единицу, то есть с четверкой. y связывается с увеличением x на единицу, то есть с пятеркой. И 4 плюс 5 дает нам значение 9. Теперь переходим к следующей версии, версии, в которой используется do-нотация. Для того, чтобы использовать do-нотацию, мы, во-первых, должны написать ключевое слово do, а дальше мы пользуемся синтаксисом не с фигурными скобками, а с точкой с запятой. Мы знаем, что такой синтаксис можно превращать в синтаксис без скобок и точек с запятой, описав каждую отдельную инструкцию, которая у нас там есть, с помощью отступа. Отступ должен быть эквивалентный, тогда считается, что это последовательность инструкции одного уровня. Ну вот, посмотрите, как выглядит наша программа. Переменная i присваивается значение 3 вне монадического вычисления, но мы можем это вклинивать в любое место монадического вычисления, это не мешает работе. Естественно только, что i должно быть связано с значением тройка раньше, чем использование. То есть любую переменную мы должны сначала ввести, а потом использовать. Здесь уже в этих вычислениях порядок важен. То есть это полноценная императивная программа. Дальше мы запускаем значение wrap-and-suck на i и сохраняем результат, связываем результат с переменной x. Фактически мы можем читать это следующим образом. x присваивается значение wrap-and-suck i. Дальше y присваивается значение вызова функции wrap-and-suck на x. Дальше у нас запускается wrap-and-suck i. Здесь поскольку используется вот такое вот связывание, то у нас ничего не связывается, этой стрелочки нет. Мы помним правило трансляции. Второе правило трансляции содержит связывание. Первое правило трансляции, вот это вот облегченная версия оператора, просто говорит, что две инструкции идут подряд. Ну вот у нас идут две инструкции подряд. Wrap-and-suck i. И, наконец, последняя инструкция. Инструкция return, которая описывает нам то, что из нашей программы возвращается. Мы получили полноценную императивную программу. Она может читаться, как некоторые программы, на императивном языке. Единственное, что нужно понимать, что присваиваний у нас два. Это присваивание вне монадического вычисления, просто самая обычная конструкция LED. А это конструкция присваивания в рамках монадического вычисления. Здесь следует обратить внимание, какой тип имеет каждая строка в нашей программе. Вот в этой вот. В нашей программе каждая строчка, то есть то, что разделено вот этим оператором, как будто бы это оператор точка с запятой. Каждая строчка имеет тип той монады, в которой вычисления происходят. То есть тип каждой строчки здесь, ну, за исключением вот этой, естественно. Это identity что-то. Что не важно. Что возвращает нам соответствующая стрелка к лейсле, которой мы здесь пользуемся. Ну, или другая функция. То и получается. Внутренний тип, не важно, он может быть разным. Это в нашем случае сплошной интеджер здесь есть. Но важно, что вычисления всегда происходят в одной монаде. И в случае инструкции do у нас та же самая идея. Для того, чтобы все правильно типизировалось, у нас все выражения, которые здесь присутствуют. При этом на выражение со стрелкой мы должны смотреть на выражение до стрелок. Это просто связывание результата. Должны быть упакованы в монадический контейнер. Тип каждой строки должен быть тип монадического контейнера от какого-то произвольного типа. Return, кстати, удовлетворяет этому требованию тоже естественным образом. Как вы помните, return это просто способ упаковать некоторое значение, в данном случае пара значений типа интеджера, в монадический контейнер. Кстати говоря, давайте посмотрим... Давайте запустим GoRub 5, во-первых, на исполнение. Ну, получаем, естественно, то же самое, что GoRub 4. Это просто прям... Вот эта программа компилятором Haskell просто транслируется в GoRub 4 на самом первом этапе компиляции. Давайте спросим, какой тип имеет все вычисление GoRub 5. Ну, вот мы видим, что тип всего вычисления это тип последней инструкции. То есть это тип пара, интеджер, интеджер, упакованная в коробочку identity. Коробочка identity не меняется вдоль всего монадического вычисления. То есть вычисление всегда происходит в какой-то конкретной монаде. Дунотация на это указывает, и мы должны просто понимать, о какой монаде идет речь. А что касается типа, который упакован в этом монаде, то он может быть совершенно произвольным. Вот в нашем случае мы написали, возвращаем пару, ну, значит, у нас пара. Если бы мы здесь возвращали какую-то тройку, то у нас была бы identity тройка значения типа интеджер. То есть тип не важен и может быть разный в каждой инструкции. Тип, лежащий внутри контейнера. А тип контейнера, он общий для всех инструкций. Вернемся к правилам трансляции для дунотации. На самом деле второе правило устроено несколько сложнее, чем написано здесь. Дело в том, что здесь у нас используется лямбдовыражение. А в лямбдовыражении, как вы знаете, здесь мы можем использовать не только переменную, как это происходило во всяких примерах, но и образец. То есть мы можем написать здесь какой-то образец для любого типа данных. Если сопоставление с этим образцом происходит удачно, то мы можем продолжать вычислить. Однако возможна ситуация, когда сопоставление с образцом происходит неудачно. Ну, например, я написал здесь, скажем, just x. Это законное действие. Если мне пришло значение типа maybe, упакованное в коробочку just, то в выражении 2 я могу использовать соответствующее значение x. Однако если мне пришло значение nothing, то тогда у нас возникает ситуация неполного сопоставления с образцом. То есть у нас происходит расходимость из-за неудачного сопоставления с образцом. В монаде этот момент организован следующим образом. Если p это образец, и сопоставление с ним произошло неудачно, то в этом случае вызывается функция fail. Одна из четырех функций, определенных в монаде. В реализации по умолчанию для монад функция fail вызывает error. И таким образом выполнение программы прерывается аварийным образом. Однако это не обязательно так. В каждой конкретной монаде мы можем перегрузить функцию fail. И таким образом обработка ошибок из-за неудачного сопоставления с образцом зависит от того, как функция fail реализована в конкретной монаде.